друзья всем привет с вами Руслан мой влогмастер декор и сегодня я хочу вам показать как наносил декоративную штукатурку лава в таком красивом сером цвете как видите все нанесено и как я это все делал я вам сейчас расскажу начнем все поэтапно некоторые моменты мы упустим будет очень быстро на подложке на грунтовке я не буду застрять особо свое внимание то есть сразу перейдем к нанесению первого слоя лавы вот потому что нанесение двухслойное это всем расскажу дальше мы еще какие-то повторения видео больше под новичков конечно же потому что все хотят своими силами дома попытаться нанести но и для них эта информация быстрее всего очень полезно не всегда получается отснять конечный результат потому сегодня вот есть такая возможность сразу показать вам стены как они выглядят напомню что декоративная штукатурка лава она не является сверх какой-то сложный но следуя рекомендация можно сделать очень красивое покрытие декоративное которое украсит ваш интерьер для точного выбора цвета лучше использовать и конечно же каталог там есть формулы можете заколеровать подобрать под свой интерьер под свой там ламинат двери стены потолки нужный оттенок если же хотите подобрать что-то свое можно успешно это все заколеровать и вручную но я бы все-таки советовал пользоваться машинной колировкой потому что в случае если будущем надо будет подреставрировать или где-то что-то исправить то вы сможете в точности заколеровать в этот же оттенок вот ребята не будем многословными будем сегодня просто кратко наносить лаву занесем в свой портфолио еще и такой цвет может быть еще причем не любого снимает то что по самой технике нанесения марсель бывает раз все-таки это мы относим к технике марсель вот кто-то делать его большими мазками кто-то маленькими но вот я субъективно выбрал для себя оптимальную формулу когда вот такие размеренные сбитые такие завитушки маски по верхушкам обязательно раздавлены лично мне не нравится когда есть такие большие размашистые рисунки вроде бы как напоминают чем-то следы от кисти грубовато выглядит хотя это опять же опять же упомяну что-то субъективное мнение мне нравится более такой монохромный рисунок вот чтобы был намек на расстояние в основном это был эффект такой сжатой красивой бархатной ткани вот которая просто одним таким как бы большим ковром нанесена на стену скажу еще что декоративное покрытие лава как и любой декоративный материал шелковый реставрируется очень хорошо вы всегда сможете его подправить если будут какие-то вот и успешно это все исправить серый цвет является очень таким спокойным таким вот хоть и фоновым но одновременно таким привлекательным не очень нравится именно с таким голубым оттенком вот потому что можно выбрать такой кофейный черный какой-то оттенок серого но именно в этом варианте он наиболее благородно смотрится формула была е4 16 и в общем вот такое ребята помещение поэтому переходим к нанесению приятного просмотра конечно же ну по сути любой человек может нанести подобную технику нанесения все вопрос времени и опыта потому что не каждый хочет тренироваться действительно на своих стенах потому что постичь любую профессию это реально любому человеку но каждый занимается своими делами некогда на это все тратить свое драгоценное время поэтому конечно же лучше начинать если уж прям бюджетно хочется ну хочется очень сделать но нет возможности конечно пробуйте там где-то на бросах на планшетах на каких-то стенках где не видно а если же сомневаетесь лучше пригласите мастера потому что так вы и сэкономите материал время ну и так же мастер вам подскажет какие-то недостатки по вашим стенам потому что вы можете наносить на стену не зная что на самом деле она себя представляет вот например в моем случае стенка вроде бы все хорошо подготовлено относительно да по плоскостям но здесь были обои фрезелиновые люди сняли эти обои вроде бы все хорошо размыли я им дал такие рекомендации но все равно при нанесении грунта остатки фрезелина ну так их полностью убрать невозможно они набирали влагу и создавали такую липкую поверхность то есть он все равно проявлялся поэтому таких случаях нужно прогрунтовку добавить немножко красочки прогрунтовать дать высохнуть и только на следующий день наносить уже латекс иначе просто этот холодец виздуется и потом отшелушиться от стрели а так мы потихонечку дали влаге плавно отходить и не подрывать наш материал вот сейчас обязательно все выровняем это ну я выравнил как я уже сказал лавой вот один слой вот делаю эту подложку и потом все это закроем рисунком и вся синка выстоять но есть очень классные качества но если бы этого не знал заказчик да он бы наносил сам то весь материал у него сдулся бы и он не мог бы понять в чем же вопрос поэтому такие моменты нужно обращать внимание или хотя бы советоваться с мастером сейчас это больше похоже на обычную шпаклёнку такую или же нанесение как при десантке где мы конечно приступать по второму слой нужно после полного высыхания тоже возбежание там вздутия подрывов вот если мы не знаем что было со стеной опять же вдруг там была шпаклёвка некачественная она считается качество такая как мульти финиш но она очень слабая она очень такая полимером но мало она выглядит как и она является по сути мелом она очень сильно абсорбирует набирает влагу и соответственно отстреливает вот поэтому избежание тех вещей лучше все-таки подождать полного высыхания который если Gröning того как например иische перестрах гранения к finds Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...